В эфире новости нашего города с обзором главных событий к этому часу. Здравствуйте! Итак, Ноябрьск отметил День города, профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности. Два дня на улицах работали десятки тематических площадок, но главные торжества развернулись на центральной сцене возле здания городской администрации вечером в субботу. Свой 41-й день рождения Ноябрьск начал по-спортивному. Почти три сотни человек вышли на улицы города, чтобы совершить массовый велопробег. Вот уже пять лет жители Ноябрьска начинают этот праздник именно верхом на велосипеде. Для города это стало хорошей традицией. Во-первых, я за здоровый образ жизни, и все мои друзья занимаются спортом, и велосипед вообще-то сейчас новое вияние. Я считаю, что начинать утро с велопробега – это заряд бодрости и радости и для тела, и для души. На финише этого мероприятия проводится развлекательная программа, угощения, предоставляются в виде сладости и горячего чая. Людям нравится, весело. К этой масштабной акции Ноябрьск присоединился одним из первых в числе 72 регионов страны. Городской дворец культуры и кино «Русь» организовал конкурс. В рамках этого фестиваля он называется «Виртуальный конкурс фото и рисунков и плакатов. Мой город за энергосбережение». Тем временем в детском парке молодежь города участвовала в квесте «Юность Ноябрьска». Организаторы подготовили для ребят десятки заданий. И пока на сцене пели и танцевали творческие коллективы, молодые люди носились по парку с космической скоростью. Вы сами видите, что творится в детском парке. Они с удовольствием выполняют все занятия, задания в Вирге. А мы их приготовили сегодня в огромном количестве. Нужно узнать имена ведущих, гадать какие-то еще загадки, проявить спортивную активность. Зауч по воспитательной работе предложил нам вот это чудное мероприятие. И мы согласились. Это прекрасное времяпровождение для меня и для детей. Десятки площадок предлагали в этот день хлеба и зрелищ на любой вкус. Концерты, торговые ярмарки, выступления брейк-дансеров, скейтбордистов, выставки автомобилей, гонки на мотоциклах, интерактивные программы и так далее. Завершением первого дня празднования стали выступления звезд эстрады. Впрочем, открыли вечернюю программу хореографические этюды ноябрьских школьников, одетых в спецодежду. Верхом на железных конях и с развивающимся по ветру флагами эстафету приняли неоднократные чемпионы России, юные участники мотоклуба «Газпромник». Поздравить жителей Ноябрьска приехал и губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Уважаемые земляки, от себя лично, от правительства Ямала-Нельского автономного округа, я поздравляю вас с Днем города и с Днем работников нефинной и газовой промышленности. А далее в едином музыкальном вихре со сцены зазвучали хиты Эда Шульжевского и группы «Мохито». Песни же Дмитрия Колдуна в буквальном смысле взрывали публику, а сам Дмитрий с нескрываемым удовольствием легко шел на тесный контакт со своими фанатами. Песни Натали, знакомые с самого детства, те, без которых не проходит ни один банкет, раз за разом срывали бурные овации. Вся программа понравилась в целом, ну, конечно, и Натали супер, и Колдун, все здорово. Веселое настроение, хорошая, хорошая музыка. Что больше тебе понравилось в программе сегодня? Дмитрий Колдун, настроение, все хорошие, все рады, и культурно все отдыхают. Я люблю Ноябрьск! И вновь в свой 41-й день рождения Ноябрьск уже по хорошей традиции встречает, очень масштабно, очень массово. Не будет преувеличения, если скажу, что здесь, перед главной сценой, собрался весь город. И, конечно, все в приятном томительном ожидании главного события – фейерверка. Почти 10 минут в небе над городом распускались огненные цветы. Под классическую музыку пиротехники устроили фееричное шоу. Этот салют и этот праздничный день жители города проводили бурными аплодисментами. Антон Морев, Анатолий Присич, Александр Иванов, Александр Паханов. Ноябрьск-24. И, кстати, Дмитрий Колдун стал гостем студии телеканала «Ноябрьск-24». Он ответил на вопросы моей коллеги Евгении Деминой. Актуальное интервью о творчестве, планах и российской эстраде смотрите в 19.15, 21.15 и 23.15 на телеканале «Ноябрьск-24». За многолетний труд и отвагу Дмитрий Кобылкин вручил награды жителям Ноябрьска и Муравленка. Церемония прошла в детской школе искусства имени Чайковского. 21 человек удостоились личного поздравления главы региона. В первую очередь были вручены почетное звание заслуженной геолог ЯНАУ. В их числе сотрудник «Газпромнефть-Ноябрьск-Нефтегаза» Ренат Габасов. Еще двое сотрудников компании были отмечены на правительственном уровне. Заслуженными работниками нефтяной и газовой промышленности стали Юрий Ложкин и Валерия Шуйская. Почетно, приятно. Действительно, скромный вклад в большое-большое дело. На развитие нашей Родины, чтобы мы стали богаче, сильнее. Чтобы нас не только боялись, но и любили все. Уже любят в мире. Это уже хорошо. Наградой при вручении которой аплодисменты звучали громче всего, стала медаль за мужество и самоотверженность. Ее получил житель Ноябрьска Артем Дроздов. 5 мая он вывел из горящего дома женщину и трех ее внуков и тем самым спас им жизни. Награды из рук губернатора приняли и медсестры Муравленковской городской больницы. Их отвага во время ликвидации очага сибирской язвы в Ямальском районе была вознаграждена по достоинству. В городе появился еще один спортивный объект. Для жителей Вангапуровского празднование Дня работников нефтяной и газовой промышленности началось с открытия спорткомплекса. Этот подарок микрорайону сделала компания «Газпромнефть» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Поздравить горожан с долгожданным событием приехали губернатор округа Дмитрий Кобылкин и член правления «Газпромнефть» Александр Дебаль. Открытие нового современного спортивного комплекса с бассейном для жителей микрорайона Вангапуровского стало настоящим праздником. Ранее, благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» здесь были построены многофункционально открытая площадка и спортивный комплекс «Венит». Но сооружений такого масштаба здесь еще не было. Новый комплекс полностью закроет потребности жителей в спортивных объектах и станет местом рождения новых побед. Это очень знаменательное событие как для всех жителей нашего микрорайона, так и для наших учащихся, которые наверняка будут заниматься спортом в этом замечательном здании. И мы все понимаем, что сейчас акцент государства сделан на здоровье сбережения. Поэтому наверняка это событие станет очень замечательным и значимым для нашего микрорайона. Спасибо компании «Газпромнефть», что построила бассейн в нашем микрорайоне. Теперь будет чем заняться в свободное время, посвятить спорту в свободное время. Помимо бассейна на двух этажах комплекса разместились универсальный игровой зал для занятий командными видами спорта. Сауна удобно раздевалась из душевыми, медицинский блок и зал силовой подготовки с 15 современными многофункциональными тренажерами. Здесь тренажерный зал, леса есть и большие, но здесь... И все наше? Отечественное производство? Да, спортзале, то, что вы видите тоже. Отечественное производство. И шкафчики даже. Штат для спорткомплекса почти полностью сформирован. Здесь откроют секции по волейболу, мини-футболу, плаванию. Планируют развивать адаптивный спорт. Комплекс возведен по принципу безбарьерной среды. В день учреждения сможет принимать более тысячи посетителей. Набор мы уже начинаем с 5-го числа, предварительное формирование муниципальных групп и продолжится, но я думаю, в течение месяца мы все сделаем. Строительство таких масштабных сооружений – это результат сотрудничества компаний «Газпромнефть» и окруженных властей. В рамках программы социальных инвестиций родных города в городе возведены все наиболее значимые объекты спортивной инфраструктуры. В том числе спортивный комплекс «Зенит», филиал хоккейной академии «Авангард», универсальный стадион «Ноябрьск» с центром единоборств, дворовые спортивные площадки. Помимо выполнения обязательств социального характера, компания реализует целый комплекс масштабных инвестиционных проектов, обеспечивающих развитие всей территории Ямала. Мы при решении уже реализуем проекты, которые гораздо севернее «Ноябрьска», «Ноябрьск» и этот регион будут, будет и является сейчас центром компетенций по так называемым трудноизвлекаемым запасам и новым проектам на крайнем севере. Поэтому, можно сказать, «Газпромнефть» собирается в будущем и уже сейчас осуществляет экспансию на север Ямала именно из «Ноябрьска». Хорошо, что есть специалисты. Хорошо, что есть молодежь, которая дальше учится и находится под патронажем компании «Газпромнефть». Эта цепочка не должна останавливаться, потому что дальше у нас шельфовые проекты. Что добывать и добывать. Сегодня в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в «Ноябрьске» готовится к строительству новый детский сад на 190 мест. Весь ее эксплуатацию планируют через три года. Создание комфортных условий для проживания и развитие современной социальной инфраструктуры на территории присутствия «Газпромнефть» – один из приоритетов компании. Результаты этой работы ямальцы могут наблюдать уже сейчас. Оксана Зачукова, Александр Паханов, Александр Иванов. Ноябрь 124. А возле третьей школы празднование Дня города началось с веселой зарядки. Стать участником спортивного флешмоба мог любой желающий. Тренировку провели на открытом воздухе. Под зажигательную музыку участники на протяжении 10 минут выполняли комплекс упражнений. Затем прошла спортивная викторина. Особо отличившиеся получили символические призы, а все остальные – сладкие угощения. Веселая зарядка – это часть проекта «Чемпионы нашего двора», который стал победителем грантового конкурса компании «Газпромнефть» «Родные города». Впечатления только положительные. Было весело, бодрит очень. Викторина тоже классная была. Хорошие призы. Всем ребятам понравилось. Улыбались все. Были счастливы друг друга видеть. Хотелось бы побольше таких мероприятий, чтобы происходили, потому что от них понимается настроение. Всем становится хорошо. Плюс еще здоровый образ жизни. О спорте, его пользе и о том, как избежать серьезных травм, ноябрьцем в воскресенье рассказал чемпион России по тяжелой атлетике, тренер сборной по силовому экстриму Михаил Кокляев. На встречу с именитым спортсменом пришли те, кто о спорте знает не понаслышке, потому и вопросы Кокляеву были специфические. О профилактике травм и о новых направлениях, которые сейчас осваивают спортсмены, в частности о кроссфите. Встреча продолжалась два часа. Михаил Кокляев рассказал о том, как пришел в спорт, как поставил свой первый рекорд и о том, как правильно распределять нагрузку во время тренировок. Сегодняшние занятия с отягощениями, они должны все-таки быть, так скажем, к ним должны быть подключены и кардиоработаны. Тогда можно натренировать свои сосуды так, чтобы, грубо говоря, в 50-60 лет у вас не было инсульта. Потому что в основном все проблемы у силачей возникают уже после 40 лет. В основном сердце перестает хорошо работать. Но в основном у нас, у всех спортсменов, кто занимается отягощениями, проблема идет от позвоночника. Шея, грудной отдел, грудной и плесничный. То есть, естественно, что бывает, что-то связано с болями, вот этими фантомными какими-то, да? Вдруг как раз заболело плечо, грубо говоря, ничего не делал. Смотрите сразу в грудную отдел, шею. Всегда так бывает, что начинается с этого. На это внимание не обращаешь, закачал, все равно еду, потом раз и улетело все. Поэтому нужно обязательно, если вы хотите заниматься спортом, нужно найти вещи, внимание обращать и не лениться. Следователи устанавливают причины гибели трехмесячного малыша в микрорайоне Вангапуровском. Сообщение о происшествии медикам скорой поступило утром 4 сентября. Родители обнаружили ребенка в кроватке мертвым. На место ЧП прибыла следственная оперативная группа. Причины трагедии устанавливаются. По данному факту следственным делом по городу Ноябрьску Следственному управлению Следственным комитетом Федерации по Имало-Инистическому автономному округу проводится доследственная проверка, в ходе которой назначена судебно-медицинская экспертиза и проводятся иные проверочные мероприятия. В ноябрьске вечером воскресенье ребенок попал под колеса авто. Это случилось во дворе жилого дома по улице Изыскателя. Пятилетнюю девочку осмотрели медики, ее жизни ничего не угрожает. По факту ДТП полицейские проводят проверку. И, к слову, количество машин в городе только растет, а парковок во дворах больше не остановится. Поэтому сегодня жители Ноябрьска пытаются отвоевать себе не место под солнцем, а машины-место. Как вырулить из этой ситуации и кто поможет решить проблему, узнавала Ирина Акопян. Шаг лево, шаг вправо – чужое парковочное место. Во дворах 8-го микрорайона борьба идет за каждый метр. Отвоеванные границы охраняют таблички и надписи на асфальте. Но даже устоявшиеся правила двора не решают его проблем. Тесно, невозможно. Видите, что во дворе? Не проехать ничего, ни детям, никак. Вот сзади такое поле большое, взяли бы и сделали парковку для людей. Для людей с ограниченными возможностями здоровья и нехватка парковочных мест – тоже проблема. У дочери Натали Казачище диагноз ДЦП. В новый микрорайон они только переехали, но уже успели оценить все прелести жизни здесь. Социально такси не может подъехать, потому что машины стоят. Никакое такси ко мне не может подъехать, потому что машины стоят. И мне надо ребенка, инвалида, тащить на руках. Восьмой микрорайон далеко не единственный, где жителям приходится выруливать из подобной ситуации. Но история здесь свежее и масштабнее. При планировке территории здесь на почти 6 тысяч человек предусмотрели всего 1800 парковочных мест. Из расчета 300 авто на тысячу жителей. Вот только обвинить застройщиков в непродуманности нельзя. Все сделано согласно градостроительным нормам, которые, как признаются сами чиновники, устарели. Но несмотря на это, нашумевший опыт, кажется, учли при работе с застройщиками новых микрорайонов по 7 и 8. Сейчас напрямую отрабатываем с застройщиками возможность увеличения парковочных мест уже выше расчетных показателей. Потому что, к сожалению, эти расчетные показатели не успевают к зажизненной ситуации. Но повлиять на строительство парковок во дворах уже построенных домов администрация не может. С дворовыми территориями намного сложнее. Почему? Объясню. Много земельных участков размежовано так, что это общедомовое имущество. И мы не имеем права на сегодняшний день финансировать, то есть вообще осуществлять какую-либо деятельность на данных землях. Разворачивать бурную деятельность во дворах по закону должны жильцы в тандеме с управляющей компанией или ТСЖ. И подобный опыт в Ноябрьске есть. Парковку сделали собственники в 2014 году на придомовой территории, которая была не задействована вообще. Кто может парковаться здесь? Собирали деньги 15 квартир, то есть на 15 машин. И, естественно, эти 15 машин здесь и ставят. Следите за этим? Да. Собственники сами даже за этим следят. Своё место на парковке каждому автолюбителю обошлось тогда в 12 тысяч рублей. На эти деньги, конечно, они не закатали площадку асфальтом, а отсыпали щебнем. Но главное, что теперь во дворе можно и пройти, и проехать. Решить проблему с машинами во дворе могут и такие подземные паркинги. Но здесь приходится чем-то жертвовать. Например, этот располагается прямо в самом центре между домами. Советская 82 и 86. Огромная территория, где так и напрашивается детская площадка. Но установить её на крыше паркинга технически очень сложно, поэтому дорого. Выбирать пришлось и жильцам домов по улице Дзержинского. Четыре года назад здесь строительство парковки на 99% оплатил муниципалитет. Когда это было возможным, в рамках программы благоустройства, которая временно приостановлена. Жильцам оставалось лишь вложить малую часть денег и определиться с проектом изменений. Ради паркинга пожертвовали зелёной зоной. И не одной. Но в этом вопросе нашлись подводные камни и посерьёзнее. Самое сложное – это жильцам собраться и провести собрание. Потому что все жильцы, как правило, всегда заняты. Всем некогда, откладывают на потом или ещё как-нибудь. Вот это самая большая проблема их сплочённости. Как говорится, спасение автолюбителей – дело их же рук. Чтобы парковка во дворе появилась, в её пользу должны проголосовать две трети жильцов дома. Только тогда управляющие компании ТСЖ смогут найти подрядчиков на выполнение работ и по назначению использовать собранную сумму. Ирина Акопян, Максим Шамшурин, Анатолий Присич. Ноябрьск, 24. Городской департамент по имуществу приступил к демонтажу самовольно возведённых строений. Таких в Ноябрьске насчитывается около сотни. Владельцы установили их сами без уведомления соответствующих органов. Следовательно, не имея нужных документов, люди не платят налоги и за аренду. Для того, чтобы привести не только право пользования земельными участками в соответствии с действующим законодательством, но и привести внешний вид города в соответствующий вид, мы проводим все мероприятия, необходимые с выявлением собственников этих строений. И в дальнейшем, если мы не находим собственника и не предкликнуты меры собственниками по ликвидации данных объектов, департамент имущественных отношений берёт обязанность по сносу данных строений на свои плечи. НГДИ начал рассылать уведомления собственникам с просьбой убрать постройки добровольно с 2014 года, однако на эту просьбу откликнулись единицы. Много лет пользовались. Куда мы их денем? Куда мы их снесем? Место некуда, не девать же есть. Дайте место, мы перевезём. Перевезём, место нужна. Но тут же надо за них платить арендную плату за землю, чтобы... Хорошо, давайте будем платить за арендную плату. Будем вносить арендную плату, никто не откажет. Имущество будет помещено в места временного хранения до востребования. При предъявлении документов на имущество, имущество будет возвращено собственнику, однако с него будут взысканы расходы по хранению, транспортировке и демонтажу настоящих объектов. Деликатный вопрос будет решён. Заместитель главы администрации города Надежда Гудкова прокомментировала ситуацию с обустройством и проведённым ремонтом в школьных туалетах. Эта тема сейчас активно обсуждается родителями в социальных сетях. Чтобы привести санузлы в порядок, было выделено более 30 миллионов рублей. Однако проблемы с подрядчиком возникли практически сразу. Во время торгов компания сбила цену наполовину. У заказчика в лице администрации это вызвало сомнения, насколько реально выполнить ремонт качественно на такую сумму. В результате было принято решение контракт расторгнуть и найти нового подрядчика. А на это потребовалось ещё время. Сейчас работы уже выполнены, фотоснимки уборных до и после уже выложены в соцсетях. Результаты ремонта, как говорится, налицо, только вот отсутствие перегородок в санузлах возмущает родителей. Как пояснила Надежда Гудкова, это вопрос времени кабинки установят уже на этой неделе. Те перегородки, которые по СанПИНА необходимо установить, делаются только в двух городах. Это Москва и Санкт-Петербург. Перегородки заказаны. Кто-то из компаний уже в пути эти перегородки, другие мы ожидаем 5 сентября. Но неужели нельзя по достоинству оценить? И неужели не заслужили технические работники образовательных организаций, которые круглые сутки контролировали этот процесс, да, следили за качеством работы? Ни одного доброго слова от родителей. Сегодня тем, кто не справился с заданиями ЕГЭ по русскому языку, выпал второй шанс испытать себя. 5 сентября – день, когда выпускники, которые не смогли преодолеть минимальный порог по этой дисциплине, могли воспользоваться шансом и попытаться улучшить свои результаты. В ноябрьский русский язык вызвал затруднения только у одного ученика. 8 сентября – вторая попытка предстоит тем, кто не справился с испытанием по математике базового уровня. Таковых набралось 11 человек. Весь процесс будет проходить под прицелом видеокамеры и транслироваться в режиме онлайн. Наблюдать за второй волной госэкзамена можно на сайте смотриегэ.ру. Школьникам, которые не справились с ЕГЭ, впервые разрешили пересдать экзамен, не дожидаясь следующего года. В ноябрьске завершила работу ярмарка тюменских производителей. Такого рода продовольственная выставка продажа уже давно пользуется популярностью у горожан. А потому предприниматели стремятся удивить и порадовать своих покупателей. На площадке, где расположилась ярмарка, царит непривычное для этих мест оживление. Ростовые куклы с песнями и плясками развлекают горожан. Организаторы продумали все до мелочей. Чем увлечь детей, пока взрослые в очереди за продукцией и о безопасности не позабыли. За порядком на ярмарке следили полицейские и казачество. Свою продукцию в ноябрьск привезли около десятка производителей. Здесь и мясо, и молочка, и овощей вдоволь. Картошка дешевая, главное зелень, мясо нормальное. А что нам еще надо, северяням? Вышли, прогулялись, под боком магазинчик, по кнопкам. Спасибо, спасибо организаторам. Все доступно. А вот что касается цен, кстати, очень интересно. Как вам? Ну, овощи, конечно, намного дешевле. Помимо традиционных тюменских бройлеров, свежего молока и творога, на ярмарке представлены необычные и непривычные ноябрьскому покупателю товары. Варенье из сосновых шишек, например. На вопрос о рецепте необычного десерта продавец Руслан Пакидов отвечает уклончиво. Говорит, ничего сложного в приготовлении нет, но секреты, понятно, не раскрывает. К слову, это лакомство, уверяет мужчина, не просто вкусное, но и полезное. Это лучшие средства от бронхолегочных заболеваний. Чистит сосуды, укрепляет иммунитет, донус повышает замечательно. Дети избавляются, взрослые, от кашля, астма, астматики и тому подобное. То есть люди фактически полностью избавляются от кашля. И оно просто очень вкусное. По вкусу диковинное варенье пришлось и главе администрации Алексею Романову. Но такого лакомства, как позже признался журналистом, он еще не пробовал. Меня удивило варенье и шишек. Я смолу пробовал, живицу и джевал. А вот именно, чтобы варенье и шишек честно удивили, поэтому купил, попробую. Как показывает практика, подобные ярмарки пользуются большим спросом у горожан. Решающим фактором здесь, конечно, в первую очередь выступает цена. В муниципалитете же уверены, что пользу продуктовой распродажи несут не только потребителям. Я думаю, что от этого мы все только выиграем. Конечно, вопрос можно говорить о конкуренции между нашими предпринимателями уважаемыми. Но я думаю, что от этого должны выиграть, конечно, в итоге все. Возможно, кто-то придет, увидит ту продукцию, которая не представлена у нас на прилавках, выйдет напрямую на производителя, поставщика и будет работать так же с нами, с ноябряными. Служатся ли в этот раз партнерские отношения у ноябрьских предпринимателей с тюменскими производителями, покажет время. К слову, это не последний их визит в этом году. Сейчас ведутся переговоры и подыскивается подходящее помещение. И следующая ярмарка запланирована на ноябрь. Ксения Епишева, Виталий Харченко, Ноябрьск, 24. И последнее. По Ямалу с ветерком в округе завершился межрегиональный автопробег. Его задачей было повышение интереса людей к истории и культуре арктического региона, а также развитие внутреннего туризма. Участниками автопробега стали 8 человек. Это не только ямальцы, но и жители Хмао и Тюменской области. За несколько дней они преодолели путь в 800 километров, посетили все самые крупные муниципалитеты Ямала. Крайней точкой автопробега стал Ноябрьск. Он не похож на обычные северные города. Тип застройки, ширина, чистота улиц, зеленый город. Впечатляет, уже ближе к центру России. Настроение, лица горожан, они очень светлые, они очень радостные. Я не думаю, что это было сгублено тем, что был день города. Поговорив с горожанами, мы выяснили, что нет, это не потому, что день города. Это потому, что им комфортно жить в Ноябрьске. И к этому часу у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Салон-магазин «Мужской клуб». От аксессуаров до верхней одежды. Трикотаж, джинсы, рубашки, пиджаки, костюмы, галстрики и многое другое. От 44 до 74 размера. От стиля casual до классики. Зивер, Аджибос, Готой, Климбер, Три богатыря. Качество, проверенное временем. Салон-магазин «Мужской клуб». Мужской стиль. Мужской характер. Улица Республики, 41. Мужской клуб.